Добрый вечер! Сегодня мы продолжаем курс лекций на тему на русском стиле. И речь сегодня пойдет о роли художественных объединений в формировании этого направления русского модела. В прошлый раз зашел разговорный вопрос был задан, в чем уже разница между псевдорусским стилем и неорусским. Разница в том, что это разные этапы, по сути, одного направления русского стиля в искусстве. Как некоторые художники сейчас говорят, в числе большой друг нашего музея, профессора Крымова, что не неорусского и псевдорусского стиля не было, а был единый русский стиль, который выродился в древней Руси и, собственно, так и приманшал жизнь. Но, тем не менее, все-таки можно выделить эти этапы, и они очень выразительны. И вообще обращение к русскому стилю, к русской культуре, к русской национальной традиции начинается в начале 19-го века. Именно отечественная война 1712 года и показала силу русского духа и русской национальной идеи. И, как и сейчас во многом, тоже это представлялось национальной идее на книгописке. Особенно расцветает обращение к русской традиции, к национальной культуре при Николае I, хотя в его время все же она была очень стилизованной. Русская культура в архитектуре и декоративно-покладном искусстве. Оно, конечно, может стилизованно. В полной мере русский стиль, псевдо-русский стиль скромировался, начиная с 60-х годов и позднее, 70-е, 70-е годы, 19-го века. Почему с 60-х? Потому что отменяется крепостное право, потому что начинается движение народничества, потому что образованные люди идут в народ, знакомятся с его традицией, оказывается совсем сегодня не так темно и страшно, как и в университете Донбулоса. Оказывается, там богатая культура. И знакомясь с этой культурой, не они несут образование русский народ, а они получают образование русского народа. Еще несколько примеров вот этих этапов различных псевдо-русского и русского стиля я покажу. Такие яркие образцы, чтобы виднее было различие. На проекте Дона «Креста спасителя» 1939 года видно, что, используя традиции русской архитектуры, архитекторы все же используют и классическую. Видели в его здании, классический проект, ясный, четкий, симметричный. Шум-сюжет, создавая Покровский храм в Марко-Маринской обители в Москве, обращается к национальной архитектуре, используя не классические образцы, не искусство древнего Рима или Рима XII века, а используют образцы именно архитектуры древнерусской. Самый, наверное, яркий пример и псевдо-русского стиля, и неорусского стиля, яркий пример, точнее, это собор с крестом Христова Храма, недалеко от нас, и Сталашкина, церковь Святого Духа. То есть, если архитектура псевдо-русского стиля обыгрывает уже существующие образцы, практически копий, то архитектура неорусского стиля очень свободно совмещает, поскольку это синтетический стиль, свободно совмещает детали из различных прототипов. То есть, они могут быть, может быть, не самоштабны, может быть, преувеличены эти детали или преуменьшены, как в церкви Сталашкина, но они всегда очень выразительны. То есть, именно художественная идея, художественная выразительность преобладает над четкой и ясной архитектурной формой. Это псевдо. То есть, сверху, слева у нас Парламос создает псевдо-русский стиль. Собор Воскресения Христова более ранний, 1983-1907. И в Церкви Святого Духа мы уже видим, наверное, русский стиль более свободный. То есть, что отличает модель, если одним словом назвать свободу? Это текучесть, лёгкость линий, это использование каких-то очень несвоеобразных прототипов, это цветы, это какие-то антропопрошные элементы, это национальные какие-то элементы. Свобода сопоставления этих элементов, она отличает на русский стиль. Хотя, не так важно поставить какие-то ярлыки, какие-то штампы, это все это, это русский стиль. Просто это всё-таки разные этапы. Хотя, мы видим по временным рамкам, что они могут быть практически параллельны. То есть, собор, воскресенье крестов достраивается в 1907 году, в начале 20 века, вовсю, в святом моделле России. И я хотела бы показать такой очень своеобразный образец использования русских традиций, несколько негармоничный, на мой взгляд, кресло, дуга, топоры и рукавицы, где используются скорее предметы быта русского народа, но не используются традиционные образцы, хотя в русской культуре они были отработаны. Вот, наверное, эта дисгармония и будет устраняться художниками объединений, Абрамцева, Тамашкина, о которых мы будем говорить в дальнейшем. Ну вот, я хотела бы еще сказать, что на самом деле художественных объединений в мире было очень много художественных объединений, которые посвятили себя именно народным промыслам. И самым, наверное, ярким примером, прототипом Абрамцевского и Талашкинского художественных объединений может служить от движений искусств переменцев в Англии в эпоху викторианской Англии, зарождается такое практически революционное движение, которое боролось с промышленным производством, которое стремилось создать уникальные произведения, выполненные на единственном экземпляре, и обращалось, конечно же, к национальной традиции, к национальной культуре, в данном случае английской и к английскому средневековью. Лидером этого движения был Ильи Морис. Его поместье в так называемом Красном доме, который настраивается, перестраивается, хотя это в среднем веку до 16 века, была создана мастерская, впоследствии была компания у Морис и Ко, хотя туда изначально выходило несколько фамилий, Морис, Маршалл, Морис. И эта компания стремилась создавать уникальные произведения и в коммерческом издательстве, и в декоративно-прикладном творчестве, а самым, наверное, популярным. Дорогой, может быть, и самый дешевый. Надо сказать, что Морис был социалистом, и это движение возникло, в первую очередь, из идеи облагородить и обогатить быт простых трудников, сделать его более эстетичным, хотя несколько странное было воплощение, потому что эти предметы, созданные в единственном издательстве, конечно, были очень разные. То есть они предназначали для людей меньшего сословия, но, конечно, покупались башуазии, покупались аристократы, потому что они были очень разные. Хотя, видите, они очень интересны, и первый вид, наверное, всегда становится мечтой произведения созданных в первой книге, живописной, декоративно-рекламной, очень популярной выставке, очень выразительной. Самое первое, наверное, самое яркое художественное объединение, возникшее вокруг лецената и увлеченного, талантливого человека, очень эмоционального, интересующегося совершенно различными сферами деятельности. был Мамутовский кружок, поскольку объединился вокруг Савы Ивановича Мамутова, или Абрамцевский кружок, поскольку собирались они в Абрамцеве. Абрамцевский художественный кружок – это артистическое дружеское, сложившееся в середине 1870-х годов, вокруг Савы Ивановича Мамутова, промышленников и известного лецената, художественно обновленного человека. Начало кружку было положено в 1872 году Блине. Мамутов познакомился с работавшими таморскими художниками и деятелями искусства – Поленовым, Антопольским, Праховым и многими людьми. По возвращении на родину леценат пригласил художников в Москву. С 1874 года они собираются в Московском доме лецената на саду с Пасхой, улице и его линии Абрамцева. На протяжении четверти века подмосковное имение Мамутова-Бранцева оказалось крупным очагом русской культуры, местом, куда иногда на целое лето, иногда на более короткий срок приезжали художники от уже известных и совсем молодых. Среди посетителей были Репин, Поленов, Вознецов, Серов, Волокруг, Елена Полинова, сестра Василии Дмитриевича и механисты. Здесь много рисовали, усердно занимались живописью, открывая красоту среднерусской природы, обаяния душевно близких людей. Ставили домашние спектакли, осуществляли интересные архитектурные замыслы, работали в специальном устроенном кустарке. Художественная жизнь Абрамцева – это, с определенной точки зрения, история формирования на русском стиле, который оказался существенной гранью модели России. Абрамцевский кружок никогда не имелось ни своего устава, ни какой-либо заранее сформулированной программы. Красота пользы и польза красоты – такими двумя взаимосвязанными понятиями можно было условно определить ту домашнюю эстетику, которая складывалась в духовной атмосфере усадьбы. Своим желанием отстаивалась жизненную связь между красотой и пользой. Мамонтовский кружок разделял распространенные выждения эпохи. Об этом тогда говорили и писали чаще всего как раз в той художественной среде, где складывались принципы моделей. Свообразие творческой ориентации Мамонтовского кружка заключалось в том, что и соединение пользы и красоты представлялось членом сотрудничества не только серьезным общественным долгом, художественной интеллигенцией, но и живой политической традицией, органическим свойством крестьянского искусства, воплощающих в себе важные черты народного идеала. В Абрамцево началось возрождение утраченных заботок русских народных эмоций, резьбы по дереву, израсходов, вышивки. Художники устраивали экспедиции в северные русские города для изучения сохранившихся от древних памятников архитектуры и иконами всех декоративно-предподобных искусств. Поездки финансировали, конечно же, Мамонтов. Искали образцы народного творчества в окрестных деревьях. Члены кружка организовали во рамках столярную речицкую, вышивали в приготчайном мастерске. В 1880-1890-х годах в столярную мастерскую местные речики создавали по эскизам Елены Поленовой и Виктора Коснецова предметы в домашней утвари – деревянные сундуки, мебели и подобные предметы. Сейчас мы будем. Продукция мастерской пользовалась большой популярностью экспонировалась на всероссийских международных выставках, заболевывалась во время дали. Недолго просуществовавшая вышивальная мастерская выпускала скатерть и самокатного холста в вышке платья и запахи. Создаются и необходимые мастерские, и создаются, конечно же, в духе русской старины, русской традиции. Мастерская. На фотографии вы видите ее слева. Вот такая замечательная ваня, избушка на пульих ножках. И церковь спасания рукотворного по проекту художников и архитекторов, по проекту Коснецова и Полинова, в которой, хоть она и опирается на церковь новгородскую спасание Меридицы 12 века, совмещаются различные традиции. Псковская архитектура, это и звонница такая выразительная, это и песок на барабаню под куполом Меридицы, тоже псковская архитектура. Она этим богата была. И очень нарядные вышли декор цветочки, которые украшаются в церковь. Это была каменная резьба и подкрашенная архитектура. При этом кустарные, да, вот эти вот рукодельческие промыслы были очень популярны в России благодаря Абрамовской мастерской, потому что мастерская не только разрабатывала новую форму на основе традиций, но и стремилась создать предметы, которые потом успешно реализовывались. И знакомство с русской традицией привезли в Париж на всемирную выставку. Когда я буду говорить о Талашкина, я зачитаю воспоминания книги Марии Платтене «Теньшери», которая по многому руководила этим процессом, но и с Абрамцевым тоже было очень много связано. То есть именно Абрамцево привлекает в первую очередь внимание к русской традиции, к русской акустарному искусству, декоративно-преплановому искусству. Акустарный отдел, который проектировал опять-таки художник, государитель Карлубин. Создает он Побранцевым, хотя именно по приглашению Тимиши. Я разочитаю несколько цитат из писем, посвященных творческой работе Побранцевым. А надо сказать, что это было именно творчество единое, цельное. И хотя художники соревновались друг с другом, они работали сообщественно. Они ставили спектакли, и дети там участвовали. И Реппин привлекает молодого Серову, поскольку Реппин был его наставником. Когда он учился, привозят его по Побранцево. И так вот тоже входит в художественную жизнь. Творческая коммуна. Да, творческая коммуна. Совершенно верно. Вот, наверное, это тоже было веянием времени. Наверняка вы изучали так же, как и я, Тимишинского, что делать. Подробно описано, коммуна. Если вы такие были коммуны, то вы не знаете коммуны были. Такая официальная мечта. Чем-то коммуна была у передвижников. Создавая ли они в 60-е годы, задумывали. И вот о том, как художники пришли к созданию предметов, пишет нам Наталья Полина, супруга Василия Дмитриевича. Первый робкий опыт в этом новом направлении был сделан Еленой Дмитриевной в такой форме. Она купила на рынке кухонный стол шкафчик и раскрасил его масляными красками. На нём был и орнамент из стилизованных цветов, и птицы селены, и, наконец, на дверке самого снецов написала ей стилизованных воронок и сороков. Получилось что-то оригинальное, и решено было повторить этот стол в мастерской. Вторым типом был маленький висячий шкафчик. История его происхождения такова во братцевской столярной. Мальчики самостоятельно сколачивали в себе маленькие шкафчики для своей чайной посуды. В этих работах сказывалось их личное творчество и любви. Посещая мастерскую, Елена Дмитриевна как-то набросала во льву уголовно с двумя такими шкафчиками. Решено было один из них взять, изобразить и повторить. Тогда сделали несколько простых шкафчиков, которые Елена Дмитриевна и Елена Дмитриевна и Сухову Махутова. Царь раскрасил. Раскрасы они произновились Вознесовским глироссом, и он заичнул пол в церкви, который я вам показываю, церковь святого духа. Он заичнул пол в церкви, но дело не обошлось еще без вражи. На одной из дверей он изображал стерзовый цветок. Кстати, нужно сказать, что, конечно же, не только самостоятельные произведения создавали Елена Дмитриевна, Меснецов и многие другие художники, но, конечно же, собирали коллекцию народного искусства. Именно на основе этой коллекции создавали собственные проекты. И что немаловажно, и что тоже было в духе времени, и также у Тенишевой реализовывалось, конечно же, привлекали и детей, потому что стремились все-таки воспитать крестьянских детей, используя и их способности, и их возможности, и в то же время им дать какую-то профессию, какое-то образование. И на основе замечательных образцов народных костюмов Виктор Веснецов создает эскизы костюмов для оперы «Снегурочка». То есть это уже незадуманные, непридуманные, не фантастические костюмы, а это костюмы именно увиденные, конечно же, в качестве народного. На основе народных образцов, ну и, конечно же, совмещенных с природными формами, в том числе и увидев Бабанцева, Харин Руды создает великолепный малюриковый панно, который украшает текамины в Авраунцева, и эта посуда декоративная, опять-таки, майориковый, мукул, свиньиный человек, альпинедей, опять-таки, да, отознавленный «Снегурочка» и Островского. Вот такие замечательные проекции Воснецова и Руды. То есть художники не мыслят только на плоскости, не мыслят даже только каких-то мелких предметов, да, декоративно-прикладного искусства в мелкой пластике, но они полностью стремятся освоить архитектуру, да, освоить пространство. Воснецов создает проект «Часовни» на могиле Адриана Бабанцева, замечательного художника, сына Савы Ивановича, который, к сожалению, погиб, а Грубеля создает проект Церковь Толашкия, о которой мы будем уже говорить. И вот, знаете, замечательные предметы декоративно-прикладного искусства, которые создавались на основе проектов Поленовой и которые потом успешно реализовывались. Вот это я еще немного зачитаю. Сергей Елена Бабанцева пишет «Антикуль». Наши дела в мастерской идут успешно, особенно успешно в собирании материалов. Русское народное творчество – это, оказывается, совсем не тронутая сторона, и, кажется, нет русской деревни, из которой нельзя было бы вывести чего-нибудь интересного. Конченый тюль на полоте тех белых водяных цветов, который еще давно. Елизавета Григорьевна привезла работу, которая напоминает Тиму. Костюмы для отрасли «Бурочка». У нас живет король, член-брат, очень милый мальчик, работающий честный. Очень увлекаюсь. Очень милый мальчик, уже сложившийся художник, который очень активно тоже работает и в живописи, и в декоративно-прикладном искусстве, и в санкарном искусстве. То есть, конечно же, хотя именно Елена Дмитриевна Поленова была лидером по созданию проектов для декоративно-прикладного искусства, например, это декоративно-прикладного искусства. Она, как мы видим из письма, увлекалась только астроногией, но только проектированием, но и живописью. Также Наталья Поленова пишет как раз о постумах об этих Веснецовских. Веснецовских апофеозом художественности была постановка «Опере Снегурочка» Ревского-Польского. В 1882 году пьеса «Островская Снегурочка» была исполнена у мамы, только как на домашней стене. Постановкой тогда увлекся Виктор Веснецов, даже сам играл роль деда Мороза. Когда была решена постановка оперы, Санг Иванович обратился к нему. Проникнутый глубокой любовью к этой сказке, полной поэзии русской природы и жизни, Веснецов почувствовал простор к своему творческому чутью и создал свои гениальные эскизы, которые были прямо откровением, перенося зрителям живую любовь к старинам. Для костюмов было решено одеть хор и некоторых солистов в настоящее русское платье, образцы которого хранились в Обранцевском музее. Санг Иванович недовольствовался имеющимся и отправил своего обранцевского старства на его родину в Тульскому уверенность, поручением накупить там как можно больше костей в карманных рубах, парню, парнюх поп, шапок и т.д. Особенно солидных покоев. В результате получился блестящий. Алексеевич привез массу вещей, среди них некоторые такие оригинальные и примитивные покои, что Виктор Веснецов и Елену Дмитриевну пришли в восторг. Помимо Веснецов, он бросал костюмы для главных убийствующих певиц, Елена Дмитриевна занялась в подвеском подходящей материи. Кройка, отделка и руководством вышивок, рисунки которых вправлено в рамах со старых образцов. В хорах статистов подели настоящие рубахи, сарапаны, армяки, привезенные в Тульской губернии. Впечатление получилось грандиозное. Помнится, как художник Суриков, присутствовавший на первом представлении, был вне себя от восторга. Когда вышли бобы его валиха, и с ними толпали людей в широкой маслости, с настоящей старинной козовой, когда записал бомет с белым мужском армяки, его широкая русская натура не выдержала, и он разразился не искренне под смертью, подхваченную всем театром. Становка Снегурочки явилась чем-то совершенно новая область театра, совершила полный переворот в русском декоративном искусстве. Вот. Так же Наталья Полевенко пишет. В обратном между тем делала столярную мастерскую, продолжала развиваться. В зиму 1888-89 года Елизавета Григорьевна, то есть жена Абрама Григорьевна, пришлось провести на юге. Елене Дмитриевне, в то время уже сильно двинувшись свои личные творческие работы, трудно было сместиться два занятия и делить Абрамцеву достаточно времени. Ее это очень мучило, а она особенно закатилась в административной стороне, которая до той все целых лежала из-за этой ветерей. Но дело было ей настолько дорого, что она приложила все стараниями и пустяки. За эту зиму ей удалось двинуть и найти новые связи для судьбы. Слух об Абрамцевских изделиях дошло до Петербурга. И вот на предрождественскую выставку в складе приехала Набрышкина жена Обергофмаршева, купила и заказала много помещений, обратилась к Елене Дмитриевне с просьбой сделать 30 маленьких рамок для зеркалок, для Катерьонки и его. Из них 5 штук должны были быть наряднее остальных, остальные 25 попроще. Я обещала, что Елене Дмитриевне, время к Елизавете Прикольке, но сказала, что подумала. И теперь, в виду наших недостаточных доходов, решила поступить так, приготовлю несколько рисунков, скажу Набрышкину, что вообще заказы, не существующие у нас типами, они не берегу. То есть разработаны были образцы, разработаны типы, и они повторяются. Так как они, как личные, обходят на заказчика слишком дорого и нам неудобно. Для нее я могу сделать исключение. И если назначенная мною цена не покажется дорогой, то я приму заказ. Если она согласится, то заказ будет нам выгоден и у нас денег, которых в нынешнем году все-таки мало. Вследствие того, что я полагаю, вещества готовы недостаточно много. Одобряйте, я думаю, и спряжитесь. Прошу. Посмотрим сейчас на эти предметы, которые были созданы по проектам Боленты, в первую очередь, используя народные образцы. Ну, нужно сказать, что довольно успешная работа обранзовской мастерской, конечно, привлекает и других предпринимателей. И подобные мастерские, которые обращаются к кустарным промыслам, к народным промыслам, создавались и в регионах России рядом собрался в Сергиевом Посаде. Была мастерская. Вот я показываю вам образцы мебель, созданные в Сергиевом Посаде. И в Нижегородской губернии, в село Лосково, в кустарном мастерском. Очень похожи на самом деле, да, очень похожи предметы, какие-то детали чисто модернованные. Я смотрю, это очень удобно. Сейчас так не делают. Это жутко, в ноте стали, да, потому что столешница больше, чем такая устойчивая конструкция, а вот сейчас вот так не делают. Вот, и все-таки это скорее не дозимые какие-то образцы. Вот уже в Сергиевом Посаде. Все эти элементы. Хотя очень похожи, да, на братцевские. Теперь пытаем ту эрику, расписываем ту эрику. Очень богато украшение. У Сергиевом Посаде. Вообще в России было несколько таких региональных мастерских, которые повторяли успешную работу Абрамцева. Ну вот, самым, наверное, интересным художественным центром после Абрамцева становится Томашкин. Усадьба, да, Парик Владимирович Тенишевой. Поскольку у ее очень был Морис фон Дейзен, она вот здесь Мария Морисовна, вообще Мария Владимировна, на самом деле. После замужества она стала княгиной, княгиней Тенишевой. И к ней, к Марии Владимировне Тенишевой, съезжаются с Томашкиным замечательные мастера. Хотя, по отличие от Абрамцева, поскольку время другое, и другие задачи ставились перед художницами. Это все мы говорим о концерте нации в начале 20 века. Модерна для нас ограничивается, в первую очередь, новоросский стиль ограничивается революцией. Революцией, конечно, об этом уже не было. Знаете, даже не после революции, а после 1935 года. Революцией, конечно, эти замечательные начинания, они были завязаны на индивидуальности, на людях. И, конечно, пока был во главе Абрама Мамонтовского кружка, да, Савр Иванович Мамонтов, который финансировал все начинания этого кружка, он существовал. Когда Савра Иванович разоряется, собственно, исчезает. Также и с тень живы. То есть после 1935 года, когда разрушили все ее дела, я сейчас их перечислю, они были замечательные, прекрасные. Тоже была практически такая утопия, да. Конечно, ей было и больно, и тяжело, и она уезжает. То есть, по сути, ее христиане уже две пошли. И, конечно, она уезжает поменьше и больше того, чтобы не зарождаться. Так вот, Мария Клавдина Тимишева. По сравнению с Талашкиным, в сравнении его стоято, точнее, с Абрамцевым, в Абрамцевыми совершенно другая человеческая атмосфера. У человеческой атмосферы в дух общения с Талашкиным были на многом умеем. Если Абрамцев есть физик в влуку, дружный коллектив единомышев, не мысливших себя без общего дела, выполненого Выполняем его всеми вместе, будь то любительский спектакль, прогулки и фотографирование. Я, конечно, оставила за рамками лекции всю губную деятельность Мамонтова и его друзей, потому что это очень интересно, но это где-нибудь не хватит. Отдельное лекционное пустое. Об этом читает, конечно, как Наталашкина. Выполняем его всеми вместе, будь то любительский спектакль, прогулки и фотографирование. Он и Талашкина и община скорее избегавший непосредственно коллективных проявлений. Единство здесь скорее подразумевалось, чем проявлялась наглядность. Обранцы стремились, чтобы приобщиться. Талашкина и устремлялись, чтобы обойти в себя. Талашкина собрала новые творческие поколения России с новым приниманием целей и задачи. И Талашкина, конечно же, хотя и тоже создавались проекты. Создавались проекты совместные, как, например, церковь Святого Духа, которую я еще покажу. Но все же Талашкина это был новый этап модели. Сейчас мы увидим новые предметы, более стилизованные, более свободные, более синтетические, чем Обранцева. Потому что Обранцева все-таки ориентировалась на уже имеющиеся образцы. А в Талашкине художники создавали, поскольку, да, создавали индивидуальности, индивидуальности каждое свое. Индивидуальности создавали новые совершенно образцы. Церковь по проекту Тенишевой была, кстати, надумана и Малютина. Малютин стал, наверное, как и Елена Дмитриевна, таким же художным руководителем. Не было, конечно, такой должности, никакого штата, естественно, не было. Но поскольку Тенишева, как женщина очень практичная, другого совершенно поставила работу Талашкина, он был, по сути, таким художным руководителем. А именно здесь в Талашкина собирается и коллекция этнографических предметов. Сначала в самой Талашкине, позже в Смоленске, в музее «Русская старина». Вот он по проекту Малютина, который очень активно работает, у Смоленске и Салашкина. И там была коллекция и костюмов, и предметов быта, предметов «Смоленске». Вот фотографии залов-музеев. То есть, если в Абрамово начинают какие-то проекты, и собирания коллекции, для чего вы имеете феркочки, для того, чтобы собрать образцы и по ним уже создавать свои какие-то предметы. А Теньшева собирает русскую старину именно для того, чтобы создать музей, для того, чтобы передать это будущим поколениям. Вот как будущее поколение это восприняли, мы все прекрасно знаем. очень мало осталось на самом деле из этой коллекции. Иконы, деревянные избалы, предметов быта и костюмы. Это все, что осталось из Теньшева. Да, это все, что осталось. Это музей «Русская старина». Он был в Смоленске. Сейчас в коллекции художественного музея в Смоленске тоже будут, то, что я показываю, это современные фотографии из коллекции музея. В художественном, раньше эти предметы были в коллекции Теньшева. В музее «Русская старина». Вот тоже предметы. Это не совсем современная, конечно, фотография 80-х годов, но это фотография экспозиции музея в Смоленске. Это тоже вот то, что нашло до нас из коллекции Теньшевой. Вот. И костюмы. В Смоленском Кремле есть музей «Смоленский леон», куда вошли многие экспонаты из коллекции Марии Владимировны Теньшевой, в том числе и костюмы. Вот два из них, которые очень явно перекликаются, да, с костюмами, которые впоследствии Рерих создаёт для священника. Именно там, под Смоленском, Талашкин, Рерих и Стравинский продумывали будущий балет. Рерих, поскольку не только музыка, да, была написана Стравинским, но и Рерих, но и Рерих не только декорации и костюмы создавал, но и Рерих. То есть это, как и многое другое в эпоху модерна, это синтетический проект, да, где всё едино. И костюмы, и задумка сама, да, про обращение к языческому прошлому Древней Руси. И декорации. И вот я показываю вам слева костюмы из коллекции Клигини Тинишевой. Справа, снизу, да, справа стоящие тоже костюмы из этнографического музея. У нас была большая выставка в 2013 году, в 2013 году, священность, юбилею священной, столетие этого балета. И мы брали из этнографического музея два костюма, два ансамбля, мордовский и марийский. Вот слева в витрине мордовские стоит, да, и справа марийский. И эти паломожеские костюмы, которые сохранили языческую традицию, они наверняка были вдохновителями еврейского. Тинишева пишет как раз таки о том, что он собирал эти паломожеские костюмы филаловских народов. Но прежде чем я найду эту цитату из-за её воспоминаний, я хотела бы ещё сказать, что началось всё как замечательная совершенно проекция, такой социальный в Сталашкине. И началось именно для крестьян, для крестьянских детей. Потому что во Флёново в селе рядом с Талашкиной создаётся школа. Причём школа не какая-то задуманная с целью приобщения в Латвии, например, или греческому языку, который, конечно, крестьянским детям не нужен был, а школа – это хозяйство. Воспитанники этой школы брались на княжеское обеспечение, дети охотно шли учиться. Кроме того, у Сталишколы было записано, что обладатель диплома получал годы, подбывая воинской поведенности и освобождался от телесных наказаний по жизни. В течение шести лет учащиеся с вами в общообразовательном курсе двухклассных школ Министерства народного посвящения, а также в специальной области взглядели садоводство, огородничество, скотоводство, пчеловодство, рыбоводство. Выпускник получал право ведения собственного хозяйства и работы по нами. Были особенности, отличавшие эту школу от других подобных школ. В школе не было классных воспитанников, принимая все руки, равны с мальчиками, школьничьей с девочками. Слава, учеников и школные отчисляли, старались научиться какому-нибудь полезному делу. Талантливых, Тенишева на свои средства отправляла учиться дальше. В игре преподавателя для своей школы она была учительной учили. Учились не только грамоте, но и художество. Тенишева и приглашенные ее художники организовывали здесь учебные и художественные промышленные мастерства – вышивальную, рисную, гончальную, мальчиками. Проводились уроки эстетического курса и практические занятия ремесла. Столярного дела, просписью, падеев, очеканка, киранка, краской ткани и шиванка. На ребят устраивались веселые праздники. Дети играли в оркестре народных инструментов, поступали в спектакль Тенишевского центра. Наши талашкинские рукоделия достигли уже известного совершенства, но все еще не удовлетворяли. Приходилось вышивать свободные материалы. Мы покупали английские нитки, которые придавали вышивкам банальный оттенок, что-то безличное. У меня возникла мысль воспользоваться сохранившейся еще среди наших смолянских христиан, традицией привлечь тех из них, которые еще не забыли украшенных вышивками своих нарядов и помнили способ старинной растительной окраски. Мне нужен был помощник в этом деле. И вот однажды, в этой смолею в Петербурге зайдет пассаж и остановившись перед магазином, в котором были выставлены мордовские костюмы, белые вышивки и какие-то деревянные соломки, я заинтересована в магазине. За обедущим магазином оказалась представительная святая дама, вообще обходительная, и, видимо, любящая и понимающая кустарное дело, госпожа Папусты. Занять мою слабую строку, интерес к народному творчеству, она едем обладела на ману. И, по сути, потом стала помощницей Тенишевой, и не только вышивали материалы, но и сами красивые деки, то есть полностью вернулись к установленному производству. И, по сути, не смогла я удержаться и не показать эту фотографию. У нас на основе уже костюмов Хрелиха, очень употребованных мальковским костюмом, малийским, были созданы художниками из фирмы «Текстильный» созданы костюмы мужской и женский. Можно мужской увидеть у нас экспозиции, женский используется во время каких-то мероприятий, у нас была дочь музеев там, фотосессия была в этом костюме, так что она существует, много выделает старичь. И именно Тенишева со всей свойственной ее энергией знакомит с кустарным русским промыслом и западную Европу. Потому что Парижская выставка всемирная не только оставила нам в наследие рейфиновую башню, которую очень негативно относились современники, не только познакомила с инженерными достижениями современной атопики, но и познакомила Европу с культурой, допустим, Востока более подробно и с русской культурой. Вот мы здесь видим фотографии людей Малютин с учениками, в керамической мастерской, в Талашкинской резной мастерской. Пока я далеко не ушла, еще немного о всемирной близкости Парижа. Тенишева стала руководить, по сути, этим процессом, благодаря тому, что ее супруг был назначен комиссаром по делам этой выставки, по делам, точнее, русского поверимого. И хотя Мария Кладзина со свойственным и вкусом не нравилась, как место выделяя для панилиона, но тем не менее она убеглась этой работой. И позже, когда, или после того, как вы ее провели по в Таллике, когда работы ее мастерских вставлялись в населенной мастерке, и впоследствии, когда они переезжают в Париж, она пишет, что она ознакомит, по сути, Францию с русским искусством. Вот, для моей парижской выставки сильно отразились на воду и принадлежности к женскому туалету. Вот, спустя я заметила на дамских туалетах явное влияние наших вышивок, наших русских платьев, сарафанов, рубах, головных убор, зипунов, появилось даже название «Блус-Рус» и так далее. На ювелирном деле также отразилось наше русское творчество, что только порадовало меня, иконами не награды совсем о том, что были изобретены. Было ясно, что все видение произвело сильное впечатление у французских художников и партнеров на улице «Тамарте», где была наша выставка «Талашкинских идей», перебывали не только любители артисты и попытки, но также прикал о материи вышел, ищущие всюду каких-нибудь новых мыслей и узлов. То есть такой обратный процесс идет, хотя в начале XIX века Россия отказывается, в чем-то от западноевропейского искусства, в начале XIX века, в западной Европе уже с русской традицией. Это предметы, которые созданы из Талашкинских мастерских артистов. Их уже по проекту Малюцина, о которой мы не раз говорили. Вот, замечательная библиотека, оформленная Малюцино-патериолог. Очень нарядная, декоративная, тоже, конечно, очень слабо напоминающая русские избы, они более кондиционально все-таки украшались с тех пор, но зато очень декоративная. Интерьер теремка. И для библиотеки этой создает проект Николай Константинович релик. По его проектам выполнены предметы несколько из них. Шкаф, стол, кресло, скантер. Для Парижской выставки также по задумке тени, шивы по проектам русских художников создавались Палалайки. Вот эскизы Грубеля, Малюцина. Причем Малюцина, поскольку он и сам был ближе к природе, к русскому христианству, к русской традиции, он лучше чувствовал материал, который лучше чувствовал форму. Грубель все-таки создает очень модерном и очень индивидуальные проекты, очень красивые, безусловно, но куда далекие. Своебразные шкатулки. Надо сказать, что Тенишева сама занималась мальерным делом, очень увлекалась. За недостатком времени я не показывала ее эмали. Хотя очень своеобразные шкатулки я не могу вам показать. что они открываются. У нас подобная шкатулка есть экспозиция. На первом этаже, в витрине, где предметы нитусовые стоят, вот там вот шкатулка сова. Я все думаю, как она открывается. Шкатулка, коробочка, вот она так вот открывается. Голова и тело, совы и ледуха, в данных случаях, это вот крышка. И церковь Святого Духа по проекту Тенишев, Иисуслова, Мощества, Львовица, Самолютина и оформленные данными с декоративным канонами по проекту Николая Татьяновича Рейха. Росписи также созданы были Рейх, но они были столь своеобразные и столь далеки от канона православного, чтобы эти росписи отказались освещать. И еще одно объединение, которое очень важный образ сыграл в художественной жизни России и, конечно же, даже не только на русском стиле, но вообще в обращении традиций, сохранении традиций русского искусства, это общество из России и художественной силы. Это общество создаётся на основе, очень сообразная история этого общества была, создаётся вокруг Федоровского собора, Фёдоровского собора государя. Руководителем и титром строительства собора был плова, и он же предлагает создать не только собор, но и целый городок. В этом проекте по-хоросток создается Фёдоровский пиадоровский государь собор, собор пиадоровской иконы Божьей Матери, иконы Романовых. И кроме самого храма было решено построить архитектурный комплекс, он до сих пор существует в старском селе, в очень плачевом состоянии. Он построен в стиле русской архитектуры XVII века, и собирались возвести жилые помещения для притчица собора. Но в этом же архитектурном комплексе, в трапезной палате, нынешний вид этого фёдоровского городка, или русского городка, как его ещё называют, в трапезной палате было задумано и собрать коллекции русского искусства, коллекции древних коров XV-XVII века, собрание древнерусской меди, собрать также в фёдоровском городке деревянную избу, прялки, обе-таки, предметы народного быта, стадия Николаевного гора, одежды сморчи. И вот на основе этой активной работы, активной деятельности по собиранию русской архитектуры, создается комитет сначала по строительству домов при феодоровском собое, возглавленный Ломанов, а затем общество возрождения художественного руси. В это общество входили очень многие яркие художники того времени, но, конечно же, увлечённые передающиеся русским искусством, в том числе и веснецом, в том числе и велик, и рейдер. Именно есть также коллекцию армалитов. Самое печальное во всей этой истории время, как его создание не залипоказывает, да, сладко-выгранная милиция, что собор создаётся в юбилеево династии Романов в 13-м году, фёдоровский городок в 14-15-м году, общество возрождения художественного района России возникает в 15-м году и существовало всего три года. И, собственно, все эти начинания были оборваны первой народной войной, великой войной, как они тогда называли. В Фёдоровском городке был организован лазарит, хотя деятельность общества приходится вот как раз на эти страшные годы, годы, которые, по сути, разрушили государство, русскую традицию. Вот, и... В 12-го февраля 17-го года эльбиратор Николай II посетил Феодоровский городок. Вот он в костюме маскарадного, в костюме балов 1903 года, где все были в маскарадных костюме русского стиля. Феодоровский городок и оставил запись книги посещений 12-го февраля 17-го года, осматривал с удовольствием построить феодоровский государственный собор. Приветствую добрый почин, неделю возрождения художественной красоты, Густава Беклотникова. Спасибо всем, стручившимся. Бог на помощь вам, всем работе на русском деле Николай. Чем историю бы закончилось возрождение русской традиции, нам не известно, потому что все обралось практически на самой высокой ноте. Если мы сначала видели художественное объединение на основе частных инициатив и вокруг таких вот увлеченных дилетантов, как и Маунтов, как и Теньшего, то общественное возрождение художественной Руси по-многому создается и к инициативе государственных, чиновников, литераторов, Николая II, который уже цену русскую традицию. А правовое средство, собственно, как и модернность, хотя в любом случае формы его изменились бы, потому что искусство живет и изменяется. Последующих лет мы поговорим. Более подробно уже о живописи религиозной русского стиля, поскольку это связано с вами непосредственно, с нашим музеем, с Рерихом. У нас здесь замечательный эконостас пергский экспонируется, с проектами Рериха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова